Россия же как бы косплеит Советский Союз всем, чем может Просто масштабы, как говорится, не те И позора не оберешься Потому что в советское время Советский Союз воевал, например, на стороне Северной Кореи Или на стороне Северного Вьетнама И воевал летчиками, присылал своих летчиков Которых переименовывали в корейских Потом переименовывали в Голяндин какой-нибудь, Лисицин и так далее А сейчас все ровно в обратную сторону работает Сегодня они привозят корейцев на войну, россияне И вынуждены давать им русские имена Чтобы прятать, что это корейцы То есть, как бы, да, конечно, они косплеят Только они выступают в роли бывшей Северной Кореи Понимаете, в роли товарища Ким Ир Сен А не в роли Советского Союза, грозного и мощнейшего Теперь грозная и мощнейшая держава – это Северная Корея А Россия ее вассал, который не может без нее справиться Российская Федерация сформировала Бурятский батальон То есть, их выдают за Бурятов, вот этих людей Значит, расположили этот Бурятский батальон На границе Брянской и Курской областей Ориентировочно количество личного состава до 3000 человек Называется это особый Бурятский батальон В составе оккупационных сил И вот оттуда вчера сбежало 18 северокорейских военнослужащих Видимо, позарились на лай собак И побежали, так сказать, то ли от собак, то ли к собакам От голода куда там побежишь, не знаю Но это все шутки шутками, но это все серьезно Президент Зеленский сегодня отметил, что Корея участвует не только как военная сила Но и прислала своих рабочих на заводы Северная Корея, но это мы знали Давайте, это мы знали и так И тут мы ничего сделать не сможем То есть, никакое США не будет вмешиваться в войну Из-за того, что корейцы присылают своих рабочих, рабов фактически, да, на заводы Россия не так покупает африканских рабов Теперь еще северокорейских, более-менее централизованных Белорусских, кстати, рабов тоже используют Ну как белорусских рабов? Лукашенко платит им этими зайчиками своими белорусскими рублями А белорусы массово производят сегодня форму, оружие для российской армии Если меня смотрят в Белоруссии, вы узнаете, кто из ваших родственников работает на этих заводах Потому что мы-то точно узнаем Мы-то точно составим полные списки после войны всех, кто работал на российскую армию В том числе в Белоруссии И, конечно, будут определенные меры и даже санкции против этих людей Я сейчас под санкции имею в виду не то, что санкции против олигархов А, ну скажем так, они будут жестоко наказаны за соучастие в агрессии и в геноциде украинского народа Так же, как северокорейцы, впрочем Но это если доживут северокорейцы Потому что в Северной Корее сегодня развернулась мобилизация 1 миллион 400 тысяч человек готовы к священной войне Значит, Корейское Центральное Информационное Агентство сообщило В случае войны уничтожится Республика Корея Это так Южная Корея называется официально Она желает войны, а мы с удовольствием уничтожим ее За два дня, 14-15 октября, вчера-позавчера В общегосударственном масштабе более 1 миллиона 400 тысяч Руководящих работников Союза молодежи и молодых людей Изъявили горячее желание вступить и вернуться в народную армию Вот текст Горячая страсть молодежи к вступлению в армию Является ярким проявлением жгучей ненависти И мстительности представителей нового поколения Готовых срывать оружием наказание Безрассудную храбрость подонков человечества Которые совершают даже крупнейшее преступление Чтобы непременно вызвать войну и порвать дурную связь с ними Молодые люди разных мест подписали заявление о вступлении Возвращение в армию с решимостью найти и уничтожить всех Без исключения злейших маньяков, противоборство преступников О, я понял Спичрайтером, видимо, народной армии Северной Кореи Работает Дмитрий Анатольевич Медведев То-то он исчез из своего телеграм-канала И теперь только воскресные обзоры печатает Вот, его наняли северокорейцы Сказали, у вас есть медведь, вы даете нам медведя Пусть пишут нам пресс-релизы А мы вам дадим 1 миллион 400 тысяч молодых корейцев Но, вот это слово священная война Я единственное надеюсь, что у них священная война Это не против Украины направлено А то ведь с них станется, да, как говорится То есть, вот у них священная война против Украины Или это еще не священная Или священная все-таки только против Южной Кореи Или они все-таки священные, потому что Украинцы издревле угнетали Северокорейский свободолюбивый народ Или потому что, не знаю, они считают Что украинцы один народ с северокорейцами Может быть, что идеи чучхе нам тоже не чужды Нет, на самом деле это шутки А серьезно, конечно, они говорят О священной войне против Южной Кореи Сейчас, опять-таки, для многих в мире К сожалению Это выглядит как бред сумасшедшего Ну, вот все эти послания Ким Чен Ина Но Пока были предыдущие два генсека Компартии Кореи Ким Ир Сен Ким Чен Ир Такого ведь не было Не взрывали дороги, ведущие в Южную Корею Не сносили памятники объединению Не мобилизовывали 1 миллион 400 тысяч человек Не готовились к уничтожению Не объявляли, что в ближайшие пять лет Сеул будет уничтожен и будет уничтожена Южная Корея Ну, конечно, они готовятся к войне Конечно, это все будет по-настоящему, без шуток Ну, мы-то это знаем, ребята Ну, вот израильтяне это знают Что когда Хамас говорит, что он уничтожит Израиль Он, да, попытается это сделать Когда россияне говорят, что они уничтожат Украину Они, да, попытаются это сделать Ну, мы многие были наивными Я в том числе Мы думали, что это все не так Что такого не будет Но оно так и оказалось И мир вздрогнул Мир охренел просто Как сегодня показывают мемуары Этого журналиста Вашингтон-Пост Кто мир охренел, когда русские таки напали на нас Мало кто верил Сегодня кто-нибудь в мире верит Что завтра Северная Корея нападет на Южную Прямо по полной программе Полномасштабное вторжение Северной Кореи в Южную С задействованием всей артиллерии Всех ракет Ядерное оружие не знаю Но всего остального точно До Сеула 30 километров Я ехал От границы Северной Кореи Сеул город 25 миллионов Там будет настоящая катастрофа Ведь они же научатся уже у русских Что надо уничтожать Электростанции Оставить город 25 миллионов Без света, без тепла Единственное, что Южнокорейцы, конечно, готовы Хотя размякли, размякли Южнокорейцы Я вам могу сразу сказать Вот у них срок службы Был обязательный для всех Три года А сейчас сократили до двух Размягчились Подумали, что все уже Можно жить в мире С Северной Кореей Нет, нельзя Все это будет К сожалению, все это будет Будет на наших глазах Если Не удастся все это Обезглавить и остановить Весь этот террористический движ Путина, Ким Чен Ина Там Иран То есть только уничтожив Этот террористический Интернационал Можно остановить Эту самую Третью мировую войну О которой говорит Трамп Прыгает Шетельман А я предупреждал Правильно? Ничего хорошего в этом не вижу Надо к ней готовиться Редактор субтитров А.Семкин